В гости к нерадимым родителям и их чадам инспекторы отдела по делам несовершеннолетних наведываются в среднем раз в месяц. К семье, что живет в общежитии на Кузнечной, приходится ходить чаще. Она стоит на учете 10 лет. Мать семейства успешно вырастила дочку, сыновьями сложнее. Я говорю, ну что с тобой делать, ты не учиться, не работать, ничего не хочет. 17-летний сын, оказалось, хочет легких денег. Не раз попадался на кражи. Плохому примеру последовал его младший, 14-летний брат. Они оборвали квартиру. И все, он как увязался за братом. Витю осудили на два условных. А Вадик уже и в свиньи тоже был. И Витя в свиньи был за первую кражу. Телефон он так получил, что выкрыл. Бороться за благополучие сыновей и найти, наконец, работу советуют Виктории инспекторы. Наладить контакт с семьями в социально опасном положении Татьяне Мишута помогает опыт. 15 лет трудилась в школе, еще 9 в ПДН. Знает истории и пострашнее. Каждый год случаются страшные случаи, когда у нас и детей находят в собачьих будках, когда приходится просто действительно забирать детей принудительной силой из семьи, когда ребенок находится в неблагополучной обстановке, страшной, представляющей угрозу его жизни. Предупредить родителей наказать рублем или вовсе забрать чада из семьи решают на еженедельном заседании комиссии ПДН. 25 лет назад в ней трудилось два сотрудника, сейчас уже трое. Занятость полная. Начальник отдела сама случается возить детей за 500 километров от города. Последний случай у нас был, когда мама попросила определить своих детей. Одному 14 лет, другому 17 лет. Одного ребенка определили в спецучилище открытого типа. Станции Звездково и Еврейско-автономного округа. Другого поместили в социально-реабилитационный центр города Благовещенска. Вот мечта, которая на КПП находится. За прошлый год на учет в комиссию ПДН встало 276 семей. Наладить быт и в целом жизнь смогли 86. И это уже немало. Любовь Чеприна, Денис Лугов, программа «Город». Это маленькая.